В процессе общения мы включаем то, что называется синхронизация. Синхронизация – это этап, который для нас очень важен, это отражение и подстройка. Что такое синхронность? Одновременно, одномоментно, синхронная работа механизма, синхронное дыхание, синхронное увлечение эмоций, поза, жесты, мимика, громкость речи, движение позы. То есть мы начинаем подстраиваться под человека, который нам понравился. Мы как бы отзеркалим, но это не должно быть как пародия, как надсмешка. Это должно быть естественное желание быть примерно так же. То есть учитесь это на зеркале, глядя в зеркало, в отражении. То есть если человек сидит и думает, то мы прикладываем тоже пальчик, допустим, вот просто вот так вот. И просто можем наклонить голову. Рука не обязательно дотрагивается, но руку можно вот так держать и наклонить голову уже где-то что-то. Если мы говорим о том, что человек, допустим, любит указывать куда-то, мы тоже пробуем где-то обратиться. Как красиво иногда это делать не пальцем, а жестом, движением. Есть вещи уникальные в том, что именно умение присоединиться по темпу дыхания, по громкости речи, по темпу разговора, оказывается идет именно присоединение, подстройка по то, что физиологи, психологи говорят, что мы обычно говорим на выдохе. На вдохе мы как бы воспринимаем информацию, обдумываем, а говорим на выдохе. Это наша мысль. И если вы будете говорить на выдохе ее, то есть девушке, она это будет воспринимать как свою речь. То есть на ее выдохе. Вот она выдыхает, а в это время вы говорите. Она вдыхает, она обдумывает. А когда она выдыхает, вы говорите. И она будет чувствовать, что и ваша речь, это как бы ее речь. И темп дыхания подстраиваемся. Подстраиваемся под шаг. Это все молодежи знают. Когда вы идете по аллее, то многие что? Стараются подловить шаг его или ее. Он идет широко шагая, она рядом семенит. Она ощущает, что она не успевает, ей неловко. Он делает широкие шаги, она в это время делает два шага или полтора шага. Они идут не в ногу. И у них это ощущение диссонанса, оно передается на психологическом ощущении. А вы сделаете так, чтобы вы шли тем шагом, каким ей комфортно. С учетом ее платья, юбки, брюк, каблука. Чтобы ей было удобно, учитывая по какой поверхности вы идете. Это брусчатка или это песочек аллеи или это асфальт. Подстраивайтесь под ее ширину шага, под ее темп ходьбы. Она захотела сесть, вы это улавливаете и прилагаете сесть. Боже мой, вот это вот умение читать, ее желание, это все время наблюдаешь и посмотришь на нее. Причем взгляд должен быть именно в глаза, а периферийное зрение дает возможность наблюдать вообще за ее руками, телом. Но это не фокус, это все, что касается орбиты, ее глаз. И старайтесь быть именно каким? Внимателем и настолько четким, что все желания улавливаете, предугадываете и уже реализуете. А если? Попробуем. А может, не надо. А если? Давайте. То есть я улавлю уход и мысль, читаю ее желания, эмоции и делаю так, чтобы она ощутила я как будто мысль одновременно с ней, мысль о том. То есть я практически становлюсь для нее близким человеком. Это интересы, это внимание, это движение в танце. Вот многие психологи говорят, что общение, знакомство, оно похоже на танец. То есть это когда танцы и ребята приглашают девушек. Но есть белый танец. Кто-то придумал когда-то. Вообще танец это что? Кто знает, аргентинское танго долгое время считалось вульгарным танцем. И в некоторых странах это считалось, мы говорим, пошлым танцем. В некоторых странах считалось что? Практически сексуальным танцем. Танго, когда девушки изгибаются и практически прикасаются нижней части живота и может даже лобком к мужчине, а тело изгибается, открывается грудь и она в это время находится в позе доверия полного. И эти движения с этими резкими поворотами, когда мужчина ее управляет, он практически как бы изображает, что власть, может быть, он ее как бы даже где-то овладевает ей в танцы. А что такое белый танец? Белый танец это когда, мы говорим, женщина не просто имеет право. Это особое такое таинство. Белый танец. Объявляем белый танец. Девушки приглашают кавалеров. Но оно обставляется как? Не пошло, не вульгарное. Даже какой-то праздник такой. Это делается специально. И девушка идет приглашать того парня. Это было в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Когда была чопранность, когда в советское время секса не было. Когда вообще все, что касается рождения, это было что? Это рождали солдат. Я говорю сейчас как бы, конечно, грубо. Это нужно было. А понятие орган, секс, это было, в общем-то, аморально. То есть это был супружеский долг. Это нужно было, это должно было. А вот, что касается белого танца, тогда это было. И девушка приглашала. И это было для нее не унижение. Это ее было что? Так сказать, ее право. Это праздник был. Женщина приглашала, девушка приглашала. Никто я за это не осуждал. Специально сделан белый танец, чтобы она могла проявить свое я. Вот именно свою симпатию открыто. Для тех, чурбанов, которые сигналы эти, это, мы говорим, невизуальные. Визуальные, не без взгляда. Это те, которые невербальные взгляды. Вот, другие проявления, но не понимают. Вот толстокожей, толстолобой, мы говорим, да. Вот тогда белый танец, она его приглашает. И вот именно что дает право ему не просто быть рядом, а прикоснуться к ней. Мама родная. Как это? Прикоснуться. То есть прикоснуться к ее талии, прикоснуться к ее спине. Прижаться, ощутить, какой из нее запах исходит. Из нее, вот где она теплая и горячая, и ощутить шелест шелков где-то там внутри. Почувствовать, чтобы вот это вот внутри проснулось и практически стерло какую-то робость. То есть она его что? Заводит этим белым танцем. Это давно продумано. Поэтому знакомство похоже с белым танцем. Похоже вообще с танцами. Первый, мы говорим, что это привлекаешь внимание. Второе, па, второе па, это что? Взгляд, глаза, глаза. Третье па, это невербальные проявления внимания, повторные взгляды, приближение. Это улыбка, это как находишься рядом, приближаешься, разговариваешь где-то в этой компании, просто интересуешься тем, что ее интересует. И следующее, это что мы говорим? Речевой контакт. Разговор ни о чем, что бы вы ни говорили, не имеет значения. Главное, как вы говорите. Это очень важно. Как вы говорите? Вы говорите так, чтобы это было с голосом мужским, чтобы это было обволакивающе, с вибрацией, чтобы это было именно спокойно, надежно. Главное, чтобы у нее было ощущение удовольствия, спокойствия и ожидания, что будет еще лучше. То есть, вы говорите слова, а что говорите? Мы это, конечно, с вами еще обсудим. А следующее, это синхронизация, подстройка. Это когда она ощущает, что вы какой-то очень близкий, настолько резонансный, настолько какой-то, ну, свой в доску. То есть, это во всем. В дыхании, в речи, в темпе, в ходьбе, в интересах, в танце. То есть, ну, настолько, что такое близость, такое единство я никогда не испытывала. Даже с сестрой, даже с братом. Да у меня был парень, то он какой-то мужлан был. А этот, я не пойму, что-то в нем такое необычное. И это идет на уровне подсознания. Еще раз говорю, это идет на уровне подсознания. Сознание здесь не работает. Просто ощущений. Мне этого не хватало. А поскольку был запрос, вот это то, что оно уже ближе, ожидание чего-то еще, оно заводит дальше. И дальше это идет присоединение. Вот следующий шаг, это присоединение, когда мы начинаем с вами вести. Что такое присоединение? То есть, мы начинаем вовлекать ее или его, с кем вы знакомитесь, в свой мир и приближаемость. Здесь мы можем уже сделать маленькое отступление и сказать об дистанциях. Это очень важно знать. Есть понятие дистанции. То есть, это психологическое и пространство дистанции. Первая дистанция, вторая, третья, четвертая. Четыре дистанции. Психологи выделяют четыре. Первая – это общественно-социальная. То есть, это когда мы находимся в обществе, и вокруг нас масса людей, которые, в общем-то, являются как пешеходами, чужими людьми. А на дистанции заключается в том, что мы с ними не общаемся, не здороваемся, просто едем вместе, разговариваем. И дистанция на уровне того, что у каждого есть свое пространство, которое мы защищаем. И когда мы видим, что набивается в маршрутке много людей, мы видим, как многие девушки и женщины закрывают не сумочку, закрывают грудь, вот закрывают свое сексуальное пространство. То есть, это нежное, интимное место, а то, чтобы никто не вторгся. Не в том, что локтем ее толкнул в грудь, живот. Нет, об этом даже речь, чтобы никто не приблизился, не вошел без ее желания, ведомо, в это сексуальное пространство. Поэтому поездка в общественный транспорт для многих очень неприятна. Не в плане социофобии, не в плане социопатии, о том, что я не хочу, чтобы кто-то чужой, даже если он хорошо пахнет, был ближе, чем мне нужно. Чужой человек – это расстояние на несколько метров. Это иногда бывает 3-4 метра. Но если мы говорим сейчас об административном пространстве, начальник-подчиненный, он всегда делает так, что подчиненные сидят вон там, на расстоянии меньше, не меньше 6-8 метров. У начальника вы узнаете, что стол буквой «Г», он сидит, а еще вот так стол, вдоль которого сажают именно представители его непосредственно подчиненных. Это руководители отделов, заместители. Они вот тут сидят, и он их приближает на расстоянии 4-5 метров. А все остальные сидят вот там, по периферии, на стульчиках, очень далеко. Он на них смотрит, потому что это подчиненные. В реальной жизни, это то, что мы с ними не общаемся, мы знаем этих людей, это люди, да, все нормально, но это просто прохожие. На работе с кем-то мы работаем, но мы с ними не знакомы, вот, и мы даже иногда не общаемся. Есть, мы говорим, приятельский уровень. Это уровень ближе в плане психологическом и в плане именно дистанционном, пространственном. Это где-то 3-4 метра. Это когда мы говорим приятели, привет, привет, здоров, здоров. То есть мы говорим, что, как дела, нормально, да. То есть мы где-то пересекались, мы где-то, может, даже работаем где-то. Это, как бывает, мы говорим, студенты одного курса разных потоков или как бы огромное предприятие, вот, и мы работаем на разных сменах, где-то виделись, ну, где-то когда-то встречались, это знакомый его знакомого, да. Привет, привет, да, все. Я не помню даже, как его звать. Витька или Серега, подожди, да. Ну, я с ним здороваюсь, потому что мы где-то с ним. Привет, привет, да, как дела, нормально. Все у тебя, да, все. Это такое расстояние, и мы не открываемся, не разговариваем. Здесь другое, дружеское, дружеское. Это когда расстояние на уровне где-то метра, полутора метров. Это ближе. Мы уже здороваемся, мы уже делимся, мы уже улыбаемся, мы приветствуем. Мы такое встречаем, когда, вот посмотрите, когда в маршрутке едут люди, все едут, что? Все озабочены. В метро, в маршрутке, в автобусе, в трамвае, вообще в транспорте. Вот просто поднимите глазки. Мы привыкли, вокруг нас лес чего? Людей. Но мы чувствуем себя иногда одинокими. Глаза поднимаешь, масса людей разного возраста, ну, пола, образования. Все наушники, книга, плееры, мобильники, они уткнулись в свои гаджеты. Все выражения лица, какое, как правило, какое, аморфное или угрюмое. Вот они едут. Вот просто едут. Вот смотришь на кого-то, и настолько человек, что бывает суров, вот просто суров, что даже иногда удивляешься, боже мой, вот так иногда смотришь, человек, ему лет, допустим, 50, лицо прямо в складке, у него угрюмое лицо, маска. И так смотришь на него, думаешь, никогда в жизни, наверное, не улыбается. Вот просто смотришь на него, наверное, и с детьми, с женой такой же. Эта маска у него, наверное, уже просто не меняется. И вдруг заходит кто-то в маршрутку из его знакомых. Вот просто заходит кто-то, и ты смотришь, он вдруг улыбается. Привет, Пашка, привет, Серега. И ты вдруг смотришь, он с этим человеком начинает разговаривать, прожимает руку, я от него не ожидал, оказывается, он может быть другим. Он с ним общается с улыбкой, приветливо, и он говорит простые банальные вещи. Вчера был на даче, привез огурцы, а вчера мы делали тот, и он рассказывает. Это друг его, которому он рад искренне. И ты вдруг видишь, что эта маска уходит, и человек просто искренне рад. И тут тоже, это не общается. Боже мой, как я ошибался, когда я думал, что он всегда такой. Почему? Потому что человек, именно тот, который он впускает в свое пространство, какое дружеское, именно дружеское, это то, что нам с вами нужно обязательно сделать, чтобы войти в это дружеское пространство, для того, чтобы иметь право дышать одним воздухом, ощущать эти запахи, ощущать вот эту энергетику, ощущать эту ауру, я сейчас говорю уже, так сказать, словами парамедицинскими, ощущать эту энергетику, ощущать, мы говорим, что вот все, что касается именно этой личности, и может быть иметь право на прикосновение, на рукопожатие. Вы представляете? Вот это именно то, что дает возможность нам прикоснуться. Это следующий этап. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова